Всем привет! В этом видео я сделаю для вас разбор материнской платы Asrock Z370 Extreme 4. Если вы еще не видели моих разборов материнских плат или видеокарт, то сразу скажу, что я не буду вам перечислять все технические возможности этой материнки, читая их с сайта производителя, как это делают 95% блогеров. Я просто расскажу вам действительно ту нужную информацию, которую нужно знать перед покупкой этой материнской платы. Из названия этой материнки можно понять следующее. Материнка построена на системной логике Z370, а это значит, что она в первую очередь предназначена для процессоров 8-го и 9-го поколений Core с разблокированным множителем для их разгона, а также для разгона оперативной памяти. Есть и другие преимущества этого чипсета перед другими, но эти два основные. Как именно эта материнка поведет себя с процессорами 9-го поколения, к примеру, с i9-9900K, я не знаю. Буду честен, не тестировал. Но совсем скоро я протестирую материнку примерно ее уровня Aorus Z370 Gaming 5, которая также имеет только один 8-пиновый дополнительный разъем питания процессора и смогу сказать вам, стоит ли такие материнки брать под новые процессоры или нет. Второе, что нужно знать про линейку материнок Extreme 4, так это то, что это предтоповые материнки от бренда Asrock, которые могут похвастаться достаточно широким ассортиментом функционала и одновременно быть достойной заменой дорогих материнок под разгон. Ведь производитель заявляет о 12 фазах питания процессора. Но тщательно изучив элементную базу, я понял, что на самом деле у материнки только 7 фаз питания и не только потому, что у нее используется 7-фазный контроллер питания ISL6938, но и потому, что драйверы, которые расположены на обратной стороне материнской платы не имеют фазового смещения. То есть у материнки 14 линий питания, что очень хорошо, это говорит нам об эффективном распределении нагрузки, но фаз питания только 7, что в принципе достаточно для эффективной борьбы с пульсациями тока. Из этих 7 фаз 6 запитывают сами ядра процессора, то есть 12 линий, а одна фаза, то бишь две линии, контроллер и встроенную графику. Оперативная память же запитывается двумя фазами, то есть каждые два разъема имеют свою фазу, но организована эта система питания на подсредственных компонентах и именно по этой причине с разгоном памяти у материнки не выдающиеся результаты. Но об этом я расскажу позже и отмечу, что это касается только памяти, так как мосфеты в частности и организация питания процессора в целом очень хорошие. К сожалению, на этапе переноса данных был утерян материал отснятый по BIOS в материнке и не только, поэтому я просто приведу пару скриншотов с других ресурсов BIOS и скажу, что он далеко не такой функциональный как у ASUS или у того же MSI, немного неудобный и в целом не выразительный. Конкретно в данном случае это мое субъективное мнение, а для кого-то он может показаться удобным и функциональным. Теперь давайте поговорим про саму работу материнки, и вот здесь у меня сугубо положительные эмоции. Только нужно сделать одну оговорку. В BIOS по определению стоит уровень подстройки напряжения LLC на тройке. Изменив это значение на пятерку, материнка превращается в послушную девочку и держит так стабильно напряжение, что и не снилось материнкам ASUS, MSI и тем более AURUS, которых просто колбасит в рамках целого мильвольта, если не больше. По стабильности напряжения и качества питания эти материнки напрямую конкурируют с материнками EVGA, про которые я расскажу в одном из будущих видео. Но это все касается работы процессора и его разгона, на которой один из удачных процессоров i5-8600K держал частоту 5.3 ГГц при напряжении 1.32 Вольта, что очень даже хорошо. А вот с разгоном памяти у этой материнки все достаточно плохо. Модули памяти же скилл с частотой 3200 и таймингами 141414 разогнались на этой материнке только на 200 МГц, в то время как на материнке EVGA Z370 Classified Key они после тестирования на стабильность держали 3800 МГц, а на моей EVGA X290 TV Dark все 4000 МГц, правда в одноканальном режиме из-за особенностей чипсета. Но если вы разочаровались в этой материнке после информации про разгон памяти, то это очень зря, так как разгон памяти в играх особой роли под платформу Intel не играет. Сейчас я просто прошу поверить мне на слово. А в будущем, доделав тесты по памяти на платформе AMD с процессором Ryzen 2700X, я сделаю для вас видос и расскажу про тайминги, частоты, каналы и ранги, и как действительно они влияют на игры в разных платформах. Эффективное осуществление нагрузки по линиям питания можно было также заметить и из нагрева радиаторов, установленных на мосфетах, температура которых не поднималась выше 50 градусов под тестами Linux, а во время игр вообще была в районе 40 градусов. В заключении, если вы меня спросите, рекомендую ли я вам эту материнку, я скажу да, почему бы и нет, за свои деньги это хороший выбор. Да мне не нравится ее BIOS и программное обеспечение, но при этом в BIOS есть все что нужно обычному обывателю, а программное обеспечение в отличии от MSI работает и не глючит. Помимо этого материнка имеет интересный дизайн, включая так нужную многим сейчас RGB подсветку, а ее стабильность и надежность сделают эту материнку хорошей альтернативой дорогим ASUS и MSI, стесненных по бюджету сборкам. Хотя и система питания памяти очень средненькая в отличии от той же ASRock Taichi. На этом у меня все, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова